МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот так зажигательно мы начинаем сегодня программу «Ваше утро» и за это спасибо танцевальному коллективу «Нью Фейс». Доброе утро, дорогие друзья. Точнее, добрый вечер. Что это? Ты вдруг решил измениться и сказать «Добрый вечер». Ты знаешь, просто вот таким необычным приветствием я только что попытался разрушить еще один стереотип. Действительно, мы всегда на нашу программу начинаем со слов «Доброе утро», но сегодня мы будем напрочь ломать все сложившиеся стереотипы. Ломаем стереотипы. Именно так звучит тема нашей программы. Поэтому, друзья, устраивайтесь поудобнее перед экранами и наполняйте кружечку бодрящего кофе. Нормально. То есть сейчас ты даешь стереотипные советы, да? То есть если программа утренняя, нужно встречать ее с чашечкой кофе, лежа под теплым пледом. Согласен, согласен. Хорошо, давай тогда поступим таким образом. Друзья, присылайте свои истории или фотографии к нам в группу ВКонтакте о том, как вы не стереотипно и нетрадиционно начинаете свое утро. Ну и, конечно, звоните к нам в студию прямого эфира 245-30-30. Сегодня мы разыграем огромное количество подарков. Также заходите на наш форум – forum.scat.defistv.ru, где мы еженедельно разыграем еще одну порцию подарков. Ну а что интересного будет сегодня в нашей программе, вы сможете узнать прямо сейчас. Разрушаем стереотипы в студии программы «Ваше утро». Может ли женщина быть профессиональной гонщицей? Узнаем совсем скоро. Реальные истории против предрассудков. Могут ли русские музыканты исполнять джаз на высоком уровне? Девушка-телохранитель разрушит все стереотипы относительно слабости женского пола. На кухне программы приготовим стейк из мяса под соусом. Мы напоминаем, что генеральный спонсор нашей программы – строительная компания «Град». Илюш, вот что ты обычно делаешь? Какие действия предпринимаешь, когда узнаешь, что твоя знакомая девушка получила водительское удостоверение? О, Ален, ты знаешь, первым делом я, конечно, протираю иконку в своем автомобиле, потом в багажнике вспоминаю, есть ли у меня аварийный знак или нет, ну и в голове прокручиваю список родных, на кого я мог бы переоформить свою машину. Вот ты сейчас шуточки шутишь, а знаешь, что очень много мужчин действительно стереотипно думают, что они лучше управляют автомобилем. Да нет, у нас в гостях Яна. Здравствуйте, Яна автогонщица, между прочим. Доброе утро, Яна. Яна, какой у вас стаж вождения? Ну, знаете, официальный стаж вождения у меня с 18 лет, как, в принципе, и у всех в основном людей. Так, а не официальный? Да, но автошколу я закончила двумя годами ранее, то есть у меня уже, в принципе, курочка в окончании автошколы была к 16 годам. То есть в обличении это началось достаточно давно. Яна, вы неоднократный призер гонок. В каких гонках вы принимали участие? Ну, немножко так расскажу, да, я являюсь кандидатом в мастера спорта, автомобильного спорта, в категории дрэг-рейсинг. Так, это гонка. Да, расскажешь, интересно, что такое прикрытие. Это такая дисциплина, где гонка идет на 402 метра на максимальное ускорение. То есть по прямой. Да. Как, надавил и погнал. Да, ну, в России это достаточно молодой вид спорта, он в основном, в принципе, из Америки к нам пришел. Там он развит уже очень давно, в России он пока что только набирает обороты. Но вы уже преуспели. Да, я достаточно уже преуспела, честно могу. Здесь награды, есть победы. Да, вот текущим летом, прошлым летом я принимала участие в Кубке России по дрэг-рейсингу. Это общероссийский уровень, да. И являлась уже неоднократным призером Кубка России. Я скажу, а вы участвовали только в тех заездах, в женских заездах, то есть где девушки, или с мужчинами вместе тоже? Ну, кстати говоря, это такое распространенное заблуждение, что у нас есть разделение по половому признаку. На самом деле это не так. Сломали еще вместе. Да, нет никакого разделения как раз-таки между мужчинами и женщинами, и все участвуют вместе. И хочу отметить, что в основном там достаточно такие матерые уже мужчины, пилоты со стажем. И поэтому мне 25, и достаточно молодой возраст для такого вида спорта. И многие, конечно, удивляются. Ян, как мужчины относятся к тому, что ты управляешь автомобилем лучше многих, некоторых из них, ладно, некоторых. Да, давай. Да, будем немножко. На самом деле очень неоднозначно некоторые реагируют. В основном, в большинстве своем адекватно реагируют. Но встречаются, конечно, и такие мужчины, которые первое время вообще даже не верят, ну как КМС, по автомобильному спорту. Что ты еще и занимаешь что-то, какие-то места. Ты еще и на чемпионате России участвуешь. Ты еще и в Игры. Ну, конечно, мужчина это немножечко заживает. Вот, но большинство, конечно, адекватная реакция. Но те, кто реагируют как-то странно, я просто не продолжаю беседу. Ян, я... Ты хотел задать какие-то разные вопросы. Давай. Я сейчас спросить, может быть, ты можешь и чинить автомобили? Ну, вот я вначале, да, не уточнила, в принципе, почему так рано у меня получилось закончить автошколу. Потому что уже к 17-й собрала свой автомобиль. Я училась на тот момент в 10-м классе. И была такая возможность от школы бесплатно заниматься мальчиком на курсах автомеханика. Но... Да, и... Почему только мальчик? Еще такая дискриминация. Да, параллельно учиться еще в автошколе. Я, в принципе, как бы всегда считала себя достаточно неординарной девчонкой. Поэтому я решила, почему нет, в принципе, денег не просят, можно, в принципе, пойти позаниматься. То есть через два года у меня уже были документы об окончании автошколы и курочки автомеханика. То есть, как бы, ну, номинально я могу работать в автосервисе, но, как бы, не буду привирать, да, честно. Мне кажется, многие мужчины приезжали бы только к тебе, чем к твоей автомобиле. Яна, смотри, а были такие случаи, когда, например, ты стоишь в городе на светофоре, и в соседней машине тебе подают недвусмысленный сигнал о том, что с тобой хотят погоняться. И какие лица мужчин после того, когда 402 метра проходят, они остаются далеко позади? Ну, на самом деле, постоянно такие случаи происходят. Я в городе, городская у меня машина тоже достаточно такая... Резвая? Да, резвая. Ну, ты соблюдаешь скоростный режим, конечно же. Конечно, да. То есть я в основном не реагирую на такие провокации, потому что я считаю, что дороги общего пользования, они, это не место для гонок. Вот. Тем более, в городе я отвечаю только за себя, за действия другого водителя. Ну, как я могу ответить, что он может вытворить, в принципе? Поэтому мне адреналина хватает. Ну, конечно, адреналина мне хватает на треке. Яна Сотова у нас была сегодня в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам этот замечательный символ программы «Ваше утро» – апельсин. Спасибо. Илюш, ты знаешь, мне кажется, проще всего вам от стереотипа в кулинарном искусстве. Ален, я с тобой абсолютно согласен. Знаешь, особенно, когда на вкус пробуешь какое-нибудь нетрадиционное блюдо, ну, не знаю, например, мясо в шоколаде, ну, или какое-то подобное. Посмотрим, чем сегодня нас удивит на кухне. И наш коллега Денис Коршиков. Доброе утро, Илья и Алена. Доброе утро, дорогие телезрители. Если вдруг, проснувшись с утра, вы обнаружили рядом с собой совершенно незнакомое вам лицо, не спешите вызывать полицию. Возможно, именно это лицо и приготовит вам завтрак. Ну, а если такового в вашей кровати не обнаружится, то смотрите рубрику «Будь готов». А я напоминаю, что партнер рубрики «Будь готов» – мебельная компания «Брик». Мебельная компания «Брик» – искусство создавать комфорт. Ну, и сегодня в рамках темы программы «Ваше утро. Ломаем стереотипы» мы вновь попытаемся сломать стереотип о том, что лучшие повара на земле – это мужчины. И сегодня у меня в гостях один из великих шеф-поваров нашего региона – Иван Родионов. Ваня, доброе утро. Спасибо огромное, что ты сегодня откликнулся и пришел к нам на программу. Понятное дело, что задача будет не из легких. Нам нужно показать, что мужики готовить не умеют. Вот сегодня мы постараемся это сделать. Расскажи, пожалуйста, с каким набором продуктов ты сегодня пришел, и что за блюда мы будем готовить? Сегодня мы будем готовить свиные отбивные с шалфеем, и к ним мы подадим персиковую сальсу с мандаринами острую. Вот сразу, Вань, вопрос. Очень является спорным такой момент, как сочетание мяса настоящего и вот таких вот легких фруктовых или каких-то сладких ноток в его приготовлении. Скажи, почему выбор пал именно на это? Ну, сейчас наступают холода, и сладости, острота согревают лучше, нежели там обычные томатные соусы. И к тому же у меня последнее время увлечения какими-то восточными кухнями, и очень нравятся их сладкие и острые соусы. Отлично. Ну, давай приступим непосредственно к готовке. Ну, начнем с мяса. Поставим в сковородку, чтобы она нагревалась. Мясо нужно натереть сухими специями. С двух сторон. То есть, да, никакого маринада особого. Нет, никакого маринада не будет, просто соль, перец. Вань, расскажи, как получилось так, что ты вот взял и решил свою жизнь посвятить кухне? Ну, лет, наверное, с 11-12 я стал пробовать готовить. Вот. Самым первым моим блюдом это были жареные макароны. Всегда мне нравилось то, что макароны хрустеть должны, когда жареные. Вот. И всегда я любил их готовить сам. То есть, никому не давал никогда готовить эти макароны. И всегда готовил их сам. Давай, обжариваем. Обжариваем мясо. Вот. Обжариваем из двух сторон. И впоследствии будем запекать в духовке. Отлично. А сколько времени необходимо для вот этой первичной обжарки? Для первичной обжарки нужно смотреть по цвету. То есть, когда цвет становится золотистым, значит, пора оставить в духовку. Можно, конечно, дожарить здесь, но в духовке получится сочнее и вкуснее. Ну, мне так больше нравится. Традиционно. Вот. В духовке нам потребуется минут 15-20. Отлично. Пока я нарезаю мелко персики. Так. Вот. Мы будем делать персиковую сальсу, острую, с мандариновым соком. Из свежих мандаринов уже. Я могу почистить мандарины? Да. Лучше возьми мандарины и покатай их по столу немножко, легонечко. Нажми, чтобы из них было легче выжимать сок. А насколько легонечко? Ну, как бы не раздавитый, но в то же время ощущай немного. Все, они стали мягенькие. Да, это хорошо. Отлично. Персики нарезаются кубиками очень-очень мелко. И сок не нужно сливать с персиком? Сок мы добавим потом в соус. Прекрасно. Чтобы он был чуть-чуть по... Ну, а тебе-то самого это сочетание мяса с фруктами? Я обожаю это сочетание. Как ты там определяешь готовность? Должен быть такой вот красивый цвет. На самом деле, это не конечный цвет, потому что в духовке он дойдет. Поэтому не стоит сильно запекать мясо, чтобы оно не было через черт темное. Для этого нужна какая-то особая сковородка или подойдет любая? Да, толстостенная. Желательно, чтобы толстые стенки были. Я думаю, можем подготовить пока наш противень. Возьмем чеснок и будем его вместе с мясом запекать. Чтобы потом мягкий чеснок добавить в соус и будет очень вкусно. Берем шалфей наш, который мы с вами. И немножко просто раскладываем. На него мы положим мясо сверху и положим еще пару листочков на мясо. Не мало у тебя шалфей? Нет, достаточно. Нормально. Отлично. Вот первый кусочек и второй. И отправляем это все в духовку при температуре 220 на 15 минут. Через 15 минут, наверное, проверим. Пока готовим соус, мы берем... Для этого мы берем маленькую кастрюлю. Для того, чтобы приготовить соус, в нее мы скидываем персик, нарезанный кубиком. Отлично. Вот, далее. Соус, который мы слили из банки из-под консервированных. И теперь очень просто будет нам выдавить сок из персика, сам вот видишь. Прям буквально я просто легонечко нажимаю и весь сок из персика попадает... Отлично. Ну, надо держать руку, чтобы... Да, ну, чтобы косточки от мадарин туда не попали, да? Я думаю, нам хватит еще. Что-нибудь еще мы будем добавлять? Да, будем добавлять туда перец чили и потом наш запеченный чеснок. Вот. Мы выпариваем соус. Вот, наверное, на протяжении всего времени, пока будет готовиться мясо, но на очень маленьком огне. Итак, персиковая сальса поспевает на плите, два сочных стейка у нас ждут своего часа в духовке. Вань, приблизительно сколько времени нам для всего этого нужно? Еще минут 15, наверное, и все. Ну, где-то как раз 15 минут у нас и есть, поэтому мы вновь возвращаемся в студию прямого эфира программы «Ваше утро». Мы вновь в студию прямого эфира программы «Ваше утро» и продолжаем ломать стереотипы. Рядом со мной Илья Русаков, который при просмотре фильма «Хатика» напрочь ломает стереотипы, что мужчина не плачет. И Алена Малинина, которая является собой яркое проявление стереотипа о том, что девушки не могут сочетать себе ум и красоту. Спасибо, Илья. И к нам в студию присоединился гость, который тоже ломает еще один стереотип, что джазовую музыку могут исполнять только американские артисты. У нас в гостях российский джазовый музыкант, пианист, композитор Григорий Файн. Доброе утро, Григорий. Доброе утро, Григорий. О, как здорово. Григорий, скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно джазовую музыку? Ведь столько направлений. Ну, я выбрал не только джазовую музыку. Я учился как классический пианист, прошел хорошую школу, у меня были прекрасные учителя. Просто настал момент, после Баха, Шопена, Бетховена и Моцарта, я решил изучить искусство джазовой импровизации. Я посвятил этому, ну, очень много времени, очень много, несколько десятилетий. Вы уже 40 лет как радуете всех поклонников джазовой музыки именно в Самаре. Вот джаз как-то изменился со временем? Ну, джаз изменился, время изменилось и изменился немножко джаз. Он не столько изменился, сколько он развился, и появились новые ритмы в джазе, появились новые мелодии в джазе. То есть много сомнений. Суть джаза, его импровизационность и тот факт, что в основе джаза все-таки лежит этот ритм, загадочный фантастический ритм свинка, не изменилось. Вот суть джаза не изменилась. Это осталось неизменным. Григорий, вот вы композитор. Скажите, как происходит процесс написания музыки? Это после какого-то яркого события? Или, может быть, ну, так вот, раз в голове начинает играть мелодия, или, может быть, не знаю, во сне вы играете на каком-нибудь концерте, вам рукоплещет зал, и потом вы просыпаетесь и начинаете... Начинаете записывать, да. Вы хотите, чтобы я вам рассказал секрет? А, это секрет, оказывается. Ладно, вам. Вы принимаете какие-то препараты, чтобы никто не слышал. Вот, знаете, такой композитор, известный, великий наш композитор, Танейев сказал, что без вдохновения нет творчества. Я с ним полностью согласен. Конечно, для того, чтобы появилась идея музыкальная, нужно вдохновение, нужно какое-то впечатление. И чаще всего именно так и бывает. Хорошая музыка рождается именно так. Но музыка бывает разной, и она и нужна разная. Она бывает грустная, веселая. Ну, и вот этот процесс, как вы говорите, зарождения музыки, он каждый раз происходит по-разному. Что-то новое, что-то там, смотря, что-то так надо. Но чаще всего, конечно, это все-таки какое-то впечатление. Но наша жизнь вся состоит из впечатлений. Точно. Да, поэтому этот процесс постоянный. Григорий, вы очень много гастролируете по миру. В каких странах вам доводилось выступать? И с какими знаменитыми джазовыми артистами приходилось выступать на одной сцене? Мне посчастливилось. Я бывал в Швеции, в Англии, в Канаде, в Бельгии, в Европейской. Вот это основные страны, в которых я бывал. Мне очень посчастливилось. Я записал 7 компакт-дисков с выдающимися английскими музыкантами в Лондоне. Пять из них я записал с барабанщиком Оскара Питерсона, с Мартином Дрю. И последний диск из тех, что я записал, диск был посвящен Оскару Питерсону. Это двойной альбом, называется «Fine Place Peterson». Я думаю, что этот диск первый в истории джазовой музыки, где не Питерсон играет его произведение. Я также играл в джем-сейшн с выдающимися музыкантами, такими как Уинтон Марсалес, Ньюис Петерсон и другими музыкантами. Мне повезло. Повезло. С элитой джазовой музыки поработали. Ирина, мы, наверное, в самом начале должны были поздравить вас. Сейчас справимся. Дело в том, что вам буквально недавно исполнилось 65 лет. Мы вас поздравляем с этим красивым юбилеем, с этой прекрасной датой. И мы знаем, что у вас есть сюрприз для многих поклонников джазовой музыки и конкретно вашего творчества. Совсем скоро планируется грандиозный юбилейный концерт. Скажите немножко поподробнее про программу, которая будет на этом концерте. Первая часть этого концерта, первое отделение, будет исполняться с участием симфонического оркестра. И основную часть вот этого отделения будут заставлять номера с моей музыкой, которые будут исполнять в основном члены моей семьи. Мои дети, моя жена, мои внуки. Ну и, конечно, я сам. Ну, конечно, концерт был бы странным. Да, в первом отделении примет также участие моя постоянная партнерша, певица Ирина Алешина, которая исполняет все женские партии в моих сказках импровизации. А вторая часть будет посвящена джазу. Приедут два таких виртуоза джазовых. И вместе с моим трио мы сыграем второе отделение, где будут звучать джазовые хиты и стандарты. Вы можете прямо сейчас всех пригласить на свой концерт. Я приглашаю всех любителей джаза, которых я очень люблю, с которыми я прожил вот этот период. Я приглашаю всех на этот мой концерт. Буду очень рад. Я вообще очень рад, что этот концерт состоится именно в Самаре. Друзья, обязательно приходите на концерт Григория Файна. Где и когда он будет приходить, вы сможете узнать из нашей группы ВКонтакте. Григорий, спасибо, что нашли время, что пришли к нам. Спасибо, что радуете нас качественной джазовой музыкой. Вот это все наши программы. Ты знаешь, Леш, у многих людей есть стереотипное мнение, что обои в доме должны быть каких-то таких теплых, спокойных оттенков. Ну, ты знаешь, вот я лично знаю многих ребят, у которых обои и ярко-красные, и черные, ну и вот как у нас, например, очень-очень яркие. Разобраться конкретно в этом вопросе нам поможет наш следующий сюжет. В этом году дизайнеры в очередной раз порадовали потребителей новыми тенденциями и идеями в области интерьера. Все направления, которые отражены в новых коллекциях обоев, можно разделить на несколько ярко выраженных трендов. В текущем сезоне на пике популярности находится строгая геометрия. Полоски различной ширины и направления, ромбы, круги – все это нашло широкое применение в обоях новых коллекций. Цветочный принт – фаворит новых коллекций обоев. Современные стены требуют все меньше декоративных элементов, потому что привлекают достаточное внимание как самостоятельные единицы интерьера. По полотну новых обоев для стен летают сказочные жар-птицы или распускаются яркие цветы. Экстравагантность и абстракция также в новинках обоев для стен. Кто-то выберет необычные узоры и фактуры, а кто-то – голографический эффект, визуально раздвигающий пространство. Кроме того, это могут быть фотообои вашего снимка или панно, заказанные исключительно для одной стены. Наиболее свежим решением является электрический рисунок – стремительные и неколеблющиеся линии, подпитывающие вас энергией. Сюда же можно отнести полотна с экологическим рисунком, который обычно декорируется бамбуковыми стеблями или плетеной мебелью, и обои из натуральных фактур – кора дерева, бамбук, сизаль, придающие помещению естественность. Также производители предлагают антивандальные обои. Они предназначены для различных целей. для отделки систем в производственных помещениях, зданиях и сооружениях. Из различных современных коллекций вы всегда найдете обои, которые прекрасно впишутся в ваш интерьер. Дом модных обоев. Высокая мода у вас дома. Ален, вы знаешь, раньше женщины всегда воспринимали себя как слабый пол, и мужчины во всем их обеспечивали, поддерживали и защищали. Мне кажется, это правильно. А вот сейчас так сложилось, что многие женщины стремятся быть самодостаточными, независимыми, ну и сами себя обеспечивают. Илья, вы знаете, чтобы не утонуть во всех этих стереотипных таких вот мнениях о женщинах, у нас есть, я хочу тебя познакомить с нашим следующим гостем, Анной Теркесовой. Анна, доброе утро. Доброе утро. И вот, глядя на тебя, они сразу вот просто рушатся стереотип, что женщина должна быть в юбке на каблуках. Ты напрочь ломаешь все стереотипы. И вот как тебе вот живется таким образом, так сказать? Очень легко и просто. Это вызов обществу или вот что значит в области? Абсолютно никакого. Вызовы – это гармония с собой. Как мне нравится, как мне комфортно, удобно, так и получается. А как люди вот реагируют? По-разному. Разный эмоции в основном. Либо негативный, либо позитивный. Тебя это устраивает? Абсолютно. Таких средних, видимо, нет. Ань, слушай, ну а ты работала над этим образом как-то? Или так вот просто сложилось? Ну, постепенно дополнялось. То есть постепенно все это наполнялось, складывалось и вот вылилось в такую яркую красоту, которую мы сейчас видим. И следующим примером из жизни нашей гости мы напрочь просто разрушим все стереотипы о женщинах. Ведь Анна когда-то работала целохранителем. На секундочку. На секундочку, расскажи. Ань, расскажи об этой истории своей жизни. Расскажу. Сам начал начать? Можно, да, сам начал. Что с подбегу? Как вообще так сложилось? Может быть, ты сначала занималась, не знаю, секцией в какой-то единоборстве, а потом… Может быть, спорт, он дисциплинир. Да, это был спорт, это был, остается восточное доборство, каратэ, кёка-шинкай. Кёка-шинкай, да. Кёка-шинкай, да. Ну, это достаточно суровый вид спорта. Самый жесткий вид спорта среди каратэ. И она занимается этим спортом. Ну, и потом вот получилось. Ну, как просто ты увидела какого-то слабого мужчину, стоящего на остановке. Я решил его охранять. Такого беззащитного, такого маленького подождика. Зачищаю солдаты Родины, а бодигарды обеспечат безопасность. Это очень тонкая такая грань, которая разделяет. Слушай, ну а это курсы какие-то существуют, да? Есть специализированные курсы? Специальные школы, они у нас, к сожалению, в Самаре нет. Есть в Москве и в Питере. Но это... Кручилось в Москве, да? В Москве, да. Женщины и телохранители, они востребованы или все-таки предпочтения дают мужчинам? У нас, конечно, редкий очень такой товар, назовем единицу. Потому что женщина, она такая вся... У нее сегодня вот мужчина, завтра у нее любовь. Стоит, обеспечивает безопасность и такая раз отвлеклась на моченьюр. А в этот момент пуля шальная пролетела. Ну-ка... Шучу. Нет, ну-ка... У профессионалов такого никогда есть. Не, ну бывает, конечно, накладки. Аня, знаешь, у нас есть звонок. Мы знаем, что ты пришла не с пустыми руками. Сейчас мы разыграем тот приз, который ты принесла с собой. Нам дозвонилась Лиза. Лиза, доброе утро. Алло, доброе утро. Доброе утро, Лиз. Скажи, пожалуйста, ты занималась когда-нибудь каким-либо вообще видом единоборств? Нет, но, знаете, иногда думала, хотел попробовать. Вот, Лиз. Поэтому специально для тебя следующий вопрос. Отвечай правильно, и у тебя будет возможность выиграть очень классный сертификат от нашей гости. Зачитай вопрос. Какой знаменитый американский актер также владеет кёкушинкой каратэ, как и наши очаровательные гости? Три варианта ответа, Лиз. Дольф Лунгрен, Стивен Сигал или Арнольд Шварценеггер? Подумай, подумай. Кто также владеет знаниями кёкушинкой каратэ? Дольф Лунгрен, Стивен Сигал или Арнольд... Кто-кто, Сигал? Да. Ну, подумай. Он, смотри, он же там заламывает руки, как бы, Арнольд... Очень хочется вручить себе подарок. Слишком большой, да? Первый вариант тогда. Точно. Дольф Лунгрен, Лиз. Поздравляем тебя. Молодец. Ты выиграла мастер-класс с Анной Черкесовой по самообороне. Теперь ты можешь смело ходить на улице, когда стим неет, и ничего не бояться. Даже заглядывать на металлорук. Анна, спасибо, что пришла. Ломай стереотипы, продолжай, потому что это реально здорово. Здорово выделяться и здорово свою точку зрения не скрывать, а явно её выражать и показывать. Спасибо, Анна. Спасибо. Илья, ты знаешь, вот бывает такое, сидишь дома, и вдруг тебе захотелось что-то вкусненького, но не хочется прерваться... Ну, от просмотра любимого сериала, например. Да, например. Ты знаешь, у меня такой ситуации точно никогда не происходит, и в этом плане я сейчас разрушу и твой стереотип. Дело в том, что у меня дома установлена интерактивная ТВ, и я в любой момент могу нажать на паузу, и потом посмотреть то, что вдруг по каким-то причинам пропустил. Посмотри следующий сюжет, и ты сама всё поймёшь. Профессии много разных, но нет интереснее кино. Именно об этом сегодня будем говорить по вашим просьбам. Вы проголосовали за интерактивный видеопрокат, и вот, наконец, наступил интерактивный момент. Поход в кино излюбленная вещь для многих, но как мало нужно, чтобы просмотр долгожданного фильма превратился в сущий кошмар. Неудобные места или шумные соседи, и ваш отдых безвозвратно испорчен. Как здорово было бы устроить кинопремьеру у себя дома, в кругу близких друзей, заняв на диване самое удобное местечко. Мечтать не вредно, подумайте вы. Но, уверяю, это больше не наивные фантазии. Ведь в видеопрокате интерактивного ТВ новые фильмы появляются раньше, чем на официальных DVD, а иногда и одновременно с премьерой в кинотеатрах. Теперь большой экран, на который выходят голливудские блокбастеры, это ваш экран. Экран вашего телевизора. И еще один огромный плюс по сравнению с кинотеатром. Заплатив только один раз, смотреть фильм можно будет сколько угодно. Для тех, кто пересматривать не любит, возможен вариант 48-часового лимита. То есть у вас будет двое суток на то, чтобы посмотреть приобретенное кино, забыть его и заказать новое. А интерактивное ТВ всегда поможет выбрать, сделав на основе ваших предпочтений отличную подборку. Рубрикатор, конечно, тоже никто не отменял. Комедии, ужасы, фантастика, здесь все сделано для максимально удобной и комфортной навигации. Найти нужный фильм можно также с помощью поисковой системы, набрав его название, а после просмотра сразу же оценить и поделиться впечатлениями с друзьями. Синхронизация интерактивного ТВ с соцсетями позволяет сделать это одним нажатием кнопки. Но что мы все вокруг да около? Давайте уже что-нибудь посмотрим! Радостная новость для всех любителей мультфильмов. Встречайте седьмого гнома. Это самый маленький гном Боба, который случайно запускает проклятие злой колдуньи и все сказочное королевство погружается в сон. Гномы спасаются в самую последнюю секунду и теперь им предстоит найти колдунью и все исправить. Не без помощи персонажей, которых озвучили известные поп-исполнители Потап и Настя. Ну а когда после просмотра мультфильма дети легли спать, взрослые могут окунуться в колоритную атмосферу настоящей итальянской мелодрамы. Где центральным героем становится, конечно же, любовь. Она интеллектуальная девушка из хорошей семьи, он неграмотный хам. Но кого это волнует, когда вы не можете жить друг без друга? На этом все. Не забывайте голосовать за то, какими вы хотите видеть рубрику и меня в следующий раз. Новый год не за горами, так что не пропустите праздничный интерактивный момент. Голосование проводится на странице группы Ростелеком Самарский филиал ВКонтакте. Оставить заявку на подключение интерактивного ТВ можно по телефону на экране. Ага, поехали! По-прежнему в эфире программа «Ваше утро». Названивайтесь к нам в студию прямого эфира по телефону 245-30-30. И мы сразу хотим сообщить нашим телезрителям очень радостную новость. Дело в том, что теперь вы можете отправлять свои приветы и получать их в прямом эфире в программе «Ваше утро». Для этого выкладывайте свое видео с приветом, с поздравлением в Инстаграм и ставьте хэштег «Ваше утро». И, соответственно, уже на следующей неделе вы сможете увидеть либо себя, либо своих близких, передающих вам пламенные приветы. Запомнили? Видео и хэштег «Ваше утро». Да, ну а самые продвинутые пользователи могут выложить видео прямо в Инстаграм Директ. Я думаю, тебя поняли немногие. Да, но меж тем, дорогие друзья, у нас огромное количество подарков, классных призов, которые мы готовы разыграть прямо сейчас. Звоните к нам в студию по телефону 245-30-30 и у нас уже есть звонок. Анна, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Как настроение? Отличное! Вы знаете, мы хотим вам предоставить такой вот сюрприз и дать вам возможность передать приветы прямо сейчас. С вами знакомым и близким. Так, неожиданно. Неожиданно. Ломаем стереотипы. Да, не вопрос, а приветы. Я передаю приветы всей своей семье и своим сотрудникам тогда уже. Сотрудникам, Аня, а вы где работаете? Вы в банке работаете? Да, в банке. Очень интересно. Надеюсь, вы не в рабочее время звоните. Я в выходные не работаю. Абсолютно. Это стереотип, что многие работают в выходные, только мы работаем в выходные. В выходные нужно смотреть программу «Ваше утро». Аня, тогда вам вопрос. Мы готовы. Вы человек веселый, как мы слышим. Поэтому мы готовы разыграть вам очень веселый и классный приз. Вы готовы? Я задам вам вопрос. Конечно, готова. В честь какой горы назван город Пятигорск? И три варианта ответов. Биштау или Брус или Джималунгма? Не заставляйте меня повторять это. Ага. Подумайте, подумайте. Биштау или Брус или Джималунгма? Биштау? Да, не продолжайте. Да, Анечка, вы абсолютно правы. Именно так звучит правильный ответ. Поэтому вам мы вручаем шикарный билет. Поздравляем. Вы выиграли пригласительный билет на выступление единственной команды высшей лиги КВМ, которая три года подряд играла в финале сезона «Город Пятигорск». На концерте вы увидите лучшие миниатюры команды. 10 декабря в Доме офицеров состоится концерт команды КВН «Город Пятигорск». Ну и, конечно, сама «Фронт Герл», так ее назовем, этого КВНовского коллектива, этой КВНовской шикарной команды Ольга Картункова, которая сейчас на телеканале «СКАД ТНТ» блистает в проекте «Однажды в России», тоже, естественно, приедет и порадует вас своим юмором. Ты знаешь, у нас еще есть подарки, и у нас есть люди, которые дозвонились на прямой эфир. И это Светлана. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Алло, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, Светлана. Светлана, знаете, вы тоже можете передать привет и в прямом эфире, почему бы и нет? Светлана? Хочу передать привет всем, кто сейчас меня слышит, смотрит. Ну это как минимум наши операторы. Так, еще. И всем жителям Самары, кто меня знает. От Светланы привет. Вот, привет от Светланы. Привет от Светланы. Сейчас все, кто узнали Светлану, подумали, что это привет им. Та самая Светлана. И это правильно. Светлана, вы любите Японию? Как страну? Страна восходящего солнца. Страна восходящего солнца. Как минимум. И страна хороших возможностей. Поэтому мы сейчас вам зададим такой легкий вопрос, такой японской направленности. Светлана, столица Японии. Вот такой вот короткий вопрос. Как называется столица Японии? Варианты ответов нужны? Токио. Точно. Светлана, мы вас поздравляем, что вы абсолютно правильно помните столицу Японии. Мы вам дарим вот такой потрясающий билет на шоу японских барабанщиков. Это уникальное зрелище, от которого невозможно отвести глаз и которое заставляет, поверите, в истинность японских легенд, связанных с голосами барабанов. В Самаре шоу пройдет 13 декабря в окружном доме офицеров в 19.00. И, Светлана, поверьте, это будет завораживающее действие. И там японские барабанщики играют не японскими палочками для суши и ролл, а настоящими нормальными классными палочками. Светлана, поздравляем. Я хочу вам сказать, что у нас еще остались подарки, поэтому звоните к нам в студию 245-30-30 и выигрывайте подарки. Да, но не забывайте о том, что мы ждем ваших историй, ваших фотографий, о том, как стереотипно, нетрадиционно, необычно вы начинаете свое утро. Присылайте к нам в группу ВКонтакте, ну и, естественно, самый яркий, интересный и классный мы обязательно дарим подарками. Илья, ты знаешь, вот, как ты думаешь, что нужно, чтобы стать гонщиком Формулы-1? О, ты знаешь, чтобы стать настоящим гонщиком Формулы-1, ну, на мой взгляд, как минимум, нужно, а, хорошо водить автомобиль, и делать это быстро, профессионально, ну, как наши гости Яна. Ну, а, во-вторых, мне кажется, нужно иметь хорошие связи. Ты знаешь, о чем говоришь, потому что совсем недавно ты был на мероприятии. Да, но я так думал раньше, сейчас я этот стереотип у себя напрочь разрушил и помогу нашим телезрителям разрушить его тоже. Потому что буквально недавно, на той неделе, мне довелось побывать на классном мероприятии. Ну, а что это было за мероприятие, думаю, знаем прямо сейчас. Доброе утро, друзья. В мире автогонок существует такое мнение, что покататься на профессиональном болиде Формулы-1 можно только на специализированных трассах. Но сегодня мы разрушим и этот стереотип. Поехали. 15 ноября Самара запомнит надолго. Ведь в холле одного шинного центра уже с самого утра царил настоящий ажиотаж. На закрытом мероприятии журналисты собрались в предвкушении встречи с очень необычным гостем. На самом деле, сегодня очень торжественное и необычное событие – это приезд болида Формулы-1 в Самару. Основная цель – поддержать Формулу-1 в России. У нас прекрасное событие было в октябре этого года. Гран-при России Формулы-1. И вот, когда интрига была раскрыта, буквально каждый гость захотел почувствовать себя в роли пилота настоящего гоночного болида. Какие же эмоции можно испытать, выходя на знаменитую трассу прошлого сезона Формулы-1, управляя шоу-каром? Дикие перегрузки. Есть, хочется пить и танцевать. Я чувствую себя девушкой, которая вообще впервые садится за руль. Это бешеная скорость, и, наверное, в реальной жизни я бы не смогла этого сделать. Тесно. Тесно? Очень тесно и очень быстро. И очень трудно. Одно дело, ты в какой-нибудь компьютерной игре, сидя дома за компьютером, все это делаешь. А другое дело, что ты сидишь в настоящем болиде Формулы-1, в который вставил двигатель, и все, и можно выезжать на дорогу. И ощущения совсем другие. Каждый посетитель шинного центра до 30 ноября включительно совершенно бесплатно сможет поближе рассмотреть чудо инженерной мысли, а благодаря установленной игровой приставке, профессиональному рулю и педалям сможет проехать по трассам прошлогоднего сезона и почувствовать себя пилотом самой престижной гоночной серии мира. Кроме того, зарегистрировавшись на сайте, вы сможете принять участие в турнире Супер Гонки и побороться не только за денежные призы, но и автографы знаменитых пилотов Формулы-1. Ребят, приходите ради таких эмоций, которые вы испытываете, когда вы проезжаете круг, вы стараетесь победить трассу, спорость, это такой адреналин. Друзья, мы не спешим! Руки повыше, урала! Программа «Ваше утро» советует вам ломать стереотипы, каждый свой день начинать с запредельных скоростей, и тогда все у вас будет просто отлично. Поехали! Шинный центр «Пирелли Платином», улица Молодежная, 4А. Телефон 331-5464. Заявки на участие в турнире Супер Гонки принимаются на сайте mk.defis.samara.ru Стать обладателем красивой фигуры и начать правильно питаться можно за короткий промежуток времени. Наш гость своим примером разрушит многие стереотипы. Попробуем необычное сочетание мяса и персикового соуса в рубрике «Будь готов!». А также традиционные конкурсы, розыгрыши и подарки – все это и многое другое смотрите в программе «Ваше утро». «Ваше утро» в прямом эфире. По-прежнему продолжаем ломать стереотипы. Вместе с Аленой Малининой. И Лер Саковым. Друзья, к сожалению, сегодня к нам в студию не смогла прийти еще одна замечательная женщина, которая напрочь ломает все стереотипы о том, что мужчины умнее. Мэрилин, вот, салат. Дело в том, что ее IQ составляет 228. Друзья, меж тем, как самый лучший результат мужчин всего-навсего 210. Так что, парни, стыд нам и позор. Давайте побольше читать развлекательную литературу. Ну, я не знаю, разгадывать кроссворды. Научной надо читать литературу, чтобы ваш IQ был больше. А я хочу сломать еще один стереотип. Все думают, что в самом жарком континенте Африки никогда в жизни не было снега. Я тоже так думаю. Да? Ну, нет? Это не так, нет. 5 июня 2013 года в Кейптауне, столице ЮАР, выпал снег. Так, и что африканцы с этим делали? Растерялись сначала, а потом начали играть в снежки. Ну, ты знаешь, мне кажется, что тот человек, который к нам уже дозвонился, точно не растеряется, потому что мы готовы для него разыграть очень здоровский приз. Алло, доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Роман. Доброе утро. Роман. Роман вас зовут. Роман, прямо сейчас уникальная возможность быстро передать привет всем своим родным и близким. Передаю всем привет, кто меня узнал, большой привет на работе, кто меня слышал и слышит, и еще раз услышит не раз. Да, а мне кажется, Роман, вы сейчас передали привет практически всей Самарской области, не только потому, что нас смотрит вся Самарская область, но еще и потому, что вы, как мы знаем, оператор колл-центра, и ваш голос так же узнаваем, как на многих радиостанциях. Роман, вы готовы? Я задам вам вопрос. В каком году вышел первый выпуск Comedy Club в России? 2005, 2006 или 2007 год? Я думаю, ответ будет первый. Первый, 2005 год. Совершенно правильно. Абсолютно верно. И мы с удовольствием вручаем вам два пригласительных билета на выступление зажигательного яркого трио Comedy. Иванов, Смирнов, Соболев. Соболев. Поздравляем, звоните к нам в студию 245-30-30, у нас еще остались подарки, но и сейчас мне хотелось бы сказать о том, что каждую субботу мы разыгрываем подарки на нашем форуме. Форум.скадзефиств.ру. И сегодня мы вновь разыграем там подарки. Я сочетаю три вопроса. Приготовьтесь. Какого животного сколько ни корми, он все в лес смотрит? Я думаю, ты знаешь вариант. Да, это, мне кажется, любой сызранский охотник, потому что там огромная, богатая... Не слушайте. ...богатая живностью природа, леса, и, соответственно, мне кажется, они все туда смотрят. Это нормально. Ты не прав, Илья. Второй вопрос. Как переводится название породы пудель? Очень, кстати, такой смешной вопрос. Смешной ответ на этот вопрос. Нет, не кудряшка, Илья, ты опять не прав. Что такое? Поэтому у нас АКЮ 210 у самого А. И третий вопрос. Какое дикое животное, по мнению иностранцев, свободно гуляет по улицам России? Вот такое вот еще одно стереотипное мнение о нашей России, которое мы, конечно же, разбиваем. А у нас есть еще один звонок и, соответственно, еще один классный подарок, который мы готовы прямо сейчас вручить. Алло, доброе утро. Доброе. Виктор, как настроение? Прекрасно. Прекрасно. Вы хотели бы передать привет в прямом эфире вашим знакомым и родным? Да, я передаю привет и родным, и знакомым. Все, классно. Виктор, мы сейчас зададим вам очень классный вопрос. И для одной из своих близких, женщин, для супруги, может быть, мамы или, надеемся, может быть, у вас есть еще и дети, вы выиграете очень классный подарок. Поэтому внимательно слушайте вопрос. Что такое метаболизм? И три варианта ответа. Очень простой. Обмен веществ в организме. Либо это лекарство, либо сорт колбасы. Что же это такое? Так. Это обмен веществ. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Сегодня очень много подарков для наших телезрителей. Звоните к нам в студию 245-30-30. И также отвечайте на нашем форуме. forum.scat.defistv.ru Если вы там правильно ответите на все вопросы, то вы получаете... Существует еще один стереотип, что голодный мужчина – злой мужчина. И, пожалуй, тот самый случай, когда я соглашусь с этим. Что же получилось у нас на кухне, узнаем прямо сейчас у Дениса Коршкова. И вновь доброе утро, дорогие телезрители. Я напоминаю, что сегодня на нашей кухне программы «Ваше утро» в рубрике «Будь готов» один из лучших шеф-поваров города Самара – Иван Родионов. Сегодня мы готовим свинину, стейки с персиковой сальсой. Да, с персиковой сальсой. И по истечении 15 минут у нас поспела в духовке свинина. Персиковая сальса готова. Давай еще раз вкратце напомним, что нам для этого нужно. Консервированные персики с сиропом вместе. Измельчаются и с свежим соком мандаринов тушатся до густоты. Вот приблизительно вот такая получается субстанция, дорогие друзья. Достаточно аппетитная. Но это еще не все. Что мы спрятали в кустах? Спрятали мы в кустах запеченный чеснок, который положили вместе с мертвым. Чеснок мы запекали вместе со стейками. Теперь мы добавляем. Он очень мягкий и уже не острый, а сладкий. И просто разминаем его вместе с сальсой. И будет готов наш соус. Также мы добавили сюда перец чили. И соус острый, как и все восточное. Наверное, теперь мы достанем мясо из духовки. Пожалуйста, маэстро, доставайте эти два сочных, прекрасно пропеченных стейка. Как мы видим, дорогие друзья, вот он, остатки нашего чеснока, который был запекался рядом. Говорил, что цвет все равно поменяется, станет еще румяне. Да. Достаточно быстро для завтрака, кстати. Да. Итак, дорогие друзья, шеф-повар Иван Родионов пробует блюдо собственного приготовления. Слушай, ну ты что-то так аппетитный. Давай я сделаю исключение. Я резко когда-то попробую. Ну мне уж очень хочется отведать вот этот специфичный вкус сладкого, как говорится, с мясом. Мне нравится. Да. Сочетание очень любопытное. Не очень-очень вкусное. Итак, дорогие друзья, запеченные свиные стейки с персиковой сальсой. Вуаля, вот они у нас на тарелке. Приготовление этого блюда по времени заняло у нас приблизительно, ну где-то минут 40-45. Поэтому для такого насыщенного завтрака, да, Ваня? А вообще, как ты считаешь, какой завтрак должен быть? Ну, я очень советую все на завтрак есть яичницу с беконом и с тостами. Потому что это заряд энергии, тем более в холодное время, вообще замечательно. Ну, а у нас, дорогие друзья, не получилось сегодня сломать стереотип о том, что мужчина хороший повар. Мужчина действительно является прекрасным поваром, может удивить. И я так думаю, у тебя есть кому, кого утром удивлять завтраками? Скажи. И пока оставим это вопрос. Пока, дорогие друзья, лот номер один. Иван Родионов, который с радостью готов приготовить вам вот такие вот стейки с персиковой сальсой. Пожалуйста, номер телефона студии вы знаете, можете звонить, и этот человек с удовольствием рассмотрит ваши предложения, дорогие дамы. Ну, спасибо тебе огромное, что пришел. До следующего раза. Будь готов, как говорится. И не забывай про какие-то любопытные, интересные рецепты, которые мы с радостью покажем в рамках нашей программы. Договорились. Ну что ж, друзья, мы вновь возвращаемся в студию программы «Ваше утро». Илья, Алена, я думаю, что вы очень должны нам завидовать, поскольку наш завтрак сильно отличается от того завтрака, который был у вас. Мебель по индивидуальным проектам от компании «Брик». При заказе кухни мойка из камня. Подарок. Телефон 379-15-00. Да, уж действительно, ребята на кухне растравили аппетит. Зверский аппетит. Ален, скажи, пожалуйста, вот как девушка, правда ли, что многие, ну, многие девушки, конечно, предпочитают от стройных и накачанно подтянутых парней? Нет, ну, конечно, но в первую очередь нам важны его внутренние человеческие качества. А если он еще прекрасно сложен, то сразу в ЗАГС. Так, просто, знаешь, существует такой сложившийся стереотип, что мужчины, которые имеют атлетическую фигуру, да, которые постоянно занимаются в спортивном зале, кроме этого больше ничего не умеют. Ну, сегодня мы сломаем этот стереотип. У нас в гостях мужчина с прекрасной атлетической фигурой, но с очень разными различными интересами. Здравствуйте, Дмитрий Шурмин. Доброе утро. И фитнес-тренер. Дмитрий, мы знаем, что у вас очень много достижений в спорте. Поведайте нам о них. Ну, я являюсь кандидатом мастера спорта по жиму штанги лежа, серебряным призером открытого чемпионата по ложе по этому виду спорта. Также я являюсь кандидатом мастера спорта по бодибилдингу. В этом году я стал бронзовым призером открытого чемпионата Республики Татарстан, а также чемпионата Приволжско-федерального округа в городе Самара, который проходил. Это очень здорово. Это похвально. Представляешь, какое времени в спортзале проводят Дмитрий? Я даже не представляю. Я думаю, мы об этом спросим. Дмитрий, но в первую очередь хотелось бы, наверное, задать такой вопрос. Вот многие, те, кто занимаются в спортзалах, да, и занимаются в первую очередь, наверное, все-таки любительским фитнесом, у них, ну вот я, например, да, у нас встает проблема правильного составления питания. Вот у вас есть какая-то своя точка зрения на этот вопрос? Ну, в первую очередь считаю, что питание должно быть сбалансированным и разнообразным. То есть мы должны получать разнообразные продукты, в том числе и животные, и растительного происхождения. То есть это обязательно должно быть и мясо, и рыба, и овощи, и фрукты, и кисломолочные продукты, чтобы получать все необходимые нутриенты, такие как белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Для того, чтобы снабжать наш организм всеми необходимыми веществами для его нормального функционирования и жизнедеятельности. Поэтому придерживание различного рода монодиет, я считаю, мягко говоря, не очень благоприятным для здоровья. Здесь мы разрушаем еще один стереотип, да. Многие девушки, которые хотят похудеть, они отказываются от мяса, от белков, от различных углеводов. Начинают исчезать свой организм какими-то непонятными диетами. Это неправильно, верно? Это, конечно, нет. Это ведет к нарушению различных функций организма, в том числе и гормональных систем, что в конечном счете скажется обязательно здоровью. А если мы говорим про любительский фитнес, это все-таки в первую очередь наше здоровье. Конечно. Дмитрий, ну тогда такой вопрос. А сколько вообще времени нужно уделять тренировкам? Чтобы держать себя в хорошей форме? Ну, если мы говорим про любительский углевод, то, я думаю, достаточно двух-трех занятий в неделю для того, чтобы держать себя в хорошей физической форме. Если же мы говорим о каком-то серьезном таком, профессиональном уровне, например, так, чтобы выглядеть как фитнес-модели, то, да, это где-то уже более серьезный уровень подготовки, в том, 5-6 раз в неделю. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Чтобы быть в хорошей форме, нужно очень много тренироваться. Но у некоторых людей просто нет времени. Ну, действительно нет времени. Я понимаю, что многие просто, так сказать, отговариваются от спорта, говоря, что нет времени. А у некоторых действительно нет возможности. Как нужно держать себя в хорошей форме, не приходя в фитнес? Если у человека нет возможности заниматься фитнесом, есть ряд упражнений, которые он может выполнять в домашних условиях. Это элементарные упражнения, такие как приседания, отжимания, упражнения для мышц брюшного пресса. Сейчас у нас очень хорошо оборудованы придомовые площадки здесь, там турники различные, брусья. То есть у нас отличная набережная, да, где летом можно это делать. В зимний период времени можно заниматься лыжами, кататься на коньках. Летом у нас, так как отличная, опять же, набережная, можно плавать и тем самым поддерживать себя. То есть в любом случае вести активный образ жизни и, соответственно, заниматься разными видами спорта. Дмитрий, мы знаем, что сейчас огромная популярность и активность набирает ваш блог в социальных сетях. Расскажите немножко о нем. Что вы там рассказываете своим зрителям, какие советы даете? У меня есть группа ВКонтакте, которая называется «Будь в форме всегда и везде». Суть этой группы состоит в том, чтобы показать людям, что можно быть в форме всегда и везде, несмотря ни на какие условия. Как вы уже говорили, можно заниматься в любых ситуациях. Даже вот сейчас, мы находимся в зале, можно, ну, в зрительстве, можно даже просто напрягать мышцы брюшного пресса в транспорте. Да, то есть и тем самым у вас будут укрепляться мышцы живота. То есть блок будет посвящен тому, как я лично, да, то есть буду оставаться круглый год в хорошей форме. Да, а также будет ряд сюжетов, посвященных тому, что правильное сбалансированное питание может быть не только полезным, но и вкусным. То есть будет ряд видеорецептов, которые, ну, пользователи могут посмотреть и потом уже приготовить и опробовать. Применить в своей жизни и, соответственно, уже приводить себя в форму и свой организм приучать к правильному питанию. Это очень правильно, чтобы было полезно и вкусно. Дмитрий, спасибо вам большое за эту ценную информацию. Вы можете лично пообщаться с Дмитрием, узнать секретовую фигуру, потому что сегодня в прямом эфире мы раскрыли их не все. Дмитрий, скажите, как вам можно обратиться в ваш номер телефона и... Мой номер телефона 89277-229064. Также вы можете найти меня ВКонтакте, Дмитрий Шурмин, Самара. Да, и также есть моя группа ВКонтакте, будь в форме всегда и везде. Друзья, заходите, звоните, обращайтесь, будьте в форме, будьте самыми красивыми самарскими жителями. Любой человек, начинающий заниматься фитнесом, умеет готовить полезные коктейли. А у нас в программе «Ваше утро» есть свой модный утренний коктейль. Привет, это «Утренний коктейль». Сегодня в нашей рубрике мы поговорим о том, как сделать так, чтобы в нашем доме всегда было уютно и красиво. Итак, вновь в гостях Ольга Орлова, дизайнер и архитектор. Олечка, привет. Привет. Оль, скажи, пожалуйста, как сделать так, чтобы в доме действительно было уютно, тепло, комфортно, чтобы всем нравилось. Очень важно продумать каждую мелочь на уровне дизайн-проекта. Подобрать материалы, мебель, декор, текстиль. Наша жизнь состоит из редких праздников и множества годней, с их повседневными заботами и маленькими радостями. Но сделать так, чтобы всегда хотелось возвращаться домой, нужно постараться. Создавая уют в доме, мы часто обращаемся за советами и помощью к специалистам. И когда дом соответствует нашему образу жизни, жить становится легче и приятнее. Еще на этапе зонирования квартиры важно учитывать, кто там будет жить, кто будет пользоваться этим помещением. Как то или иное помещение будет вписываться в их повседневные будни. Балкон в доме имеет большое значение? Как ты сама считаешь, как архитектор? Я считаю, что да, что с балкона можно взять все что угодно, практически все. То есть это может быть такой маленькой изюминкой в квартире. В зависимости от характера людей и их потребностей, балкон может использоваться совершенно по-разному. Кто-то его использует как кладовку, кто-то его использует как романтическое место какое-то, кто-то использует как кабинет, кто-то использует как дополнительную площадь в качестве тренажерного зала, мини-тренажерного зала, кто-то использует как оранжерея. Все должно быть в доме правильным и многофункциональным. Но вот чтобы было тепло, для этого необходимо грамотное остекление лоджи и балконов. Главное продумать заранее, что на самом деле вы хотите. И в этом смысле очень важно продумать все до мелочей, обращая внимание на качество, безопасность и надежность. Самые большие проблемы возникают у обратившихся к частникам, так называемым. Почему? Потому что частник сделал сейчас вам все, что мог, и он пропал. К компанию вы всегда придете, всегда позвоните, и вам окажут сервис, окажут гарантийные, по гарантийным обязательствам. Мы знаем, что доллар превысил отметку 41 рубль, и эксперты говорят, что к весне 2015-го он может вырасти до 50 рублей. Поэтому стоимость окон и балконов может вырасти на 20-30%. Некоторые эксперты утверждают, что на российский рынок вскоре могут ограничить ввоз отдельных марок европейской фурнитуры, европейских комплектующих. И, соответственно, уже не будет возможности приобрести с хорошей европейской фурнитурой окна и балконы. Даже сейчас, в самую пору остекления, многие компании делают какие-то скидки, распродажи на оконные и балконные конструкции. Поэтому, если вы решили все-таки сделать свой балкон, то лучше это делать сейчас, пока это можно сделать в таком льготном режиме. Соответственно, если у вас даже не хватает какой-то части наличных денег, то всегда можно воспользоваться рассрочкой, потому что услуга очень распространенная. Как правило, она беспроцентная, без первоначального взноса, поэтому ваш балкон может быть красивым и радовать вас уже в ближайшие две недели. Что такое программа «Доступное окно»? Это окна по социальной цене на 34% ниже. Госокно 229-57-56. Смотрите сразу после рекламы. Современные тенденции или народная культура? Почему молодые люди увлекаются культурой наших предков? В студии прямого эфира покажем настоящий мастер-класс по украшению казачьей шашки. Это и многое другое смотрите в программе «Ваше утро». По-прежнему в эфире программы «Ваше утро» мы продолжаем ломать стереотипы. Ты знаешь, Илья, мне кажется, все многие стремятся, наоборот, узнать что-то новое, технологии будущего, хай-тек. А есть люди, которые, наоборот, стремятся к знаниям народных традиций. Да, и у нас в гостях сегодня люди, которые не понаслышке знают, что такое калятки, русский фольклор и как крутить казачьей шашкой. Представлю Копылова Наталья, победитель спартакиады боевых искусств по крутке казачьей шашки. Колбина Марина, Васин Олег, Серебряный призер спартакиады боевых искусств. Представляешь? Представляю. Почему вы, молодые люди, стремитесь к знаниям предков, так сказать? Олег, наверное, ответит. Олег, я попробую на это ответить. Я как бы всегда интересовался русской традиционной культурой и всегда задался вопросом, а почему мы знаем о культурах других народов больше, чем о своих? В общем, больше, чем о своей. И потом стал как бы узнавать, а что у нас есть в Самаре такого, как бы славянского. И стал заниматься шашкой. Мне это очень понравилось. Вот я сих пор занимаюсь. Чуть позже мы увидим ваше показательное выступление. У меня такой вопрос. Вот у меня с народными традициями ассоциируются там прыжки через костер на Иван Купала, летаем с ручейок. А какие традиции возрождаете вы? Ну, мы вообще в основном пропагандируем возрождение народных игр. Но также мы занимаемся и ремесленной культурой. Вот пояс я себе сама сплела у нас. Марина тоже скоро себе сплетет пояс. Вот. Шашками занимаемся, боевым искусством. Но в основном это игры. Мы проводим мероприятия культурно-массовые, на которые собирается народ. И мы с ними играем в хороводные игры, в целовальные игры, в молодецкие игры. И для всех, собственно говоря, да, народная игра – это, ну, обычно, скажем так, хоровод и все. А на самом деле в играх можно было узнать человека. Ну, само собой, игры они воспитывали в человеке лучшие качества. И при этом, например, девушка, придя на вечерку, то есть аналог современной дискотеки, вечерка, она могла с парнем покадрилить. Посмотреть, да. Если у него, например, тяга, то есть какой он, да, то есть у парня девушка в кадрилле должна как блинчик летать. Вот если летает, значит, он хороший парень, можно на него посмотреть и с ним, как бы, какие-то дела иметь в будущем. А если у него ни чувства ритма нет, ни чувства такта, если он никуда не попадает, и до тебя дотронуться не может… Значит, он не закадрилит девчонку в таком случае. Ну, как с ним делать, как с ним жить, жизнь прожить. Есть были целовальные игры у нас, то есть в целовальных играх можно было еще и со всеми аккуратно так перецеловаться. Вот так вот, да, вот эта игра мне больше поднимается. И, соответственно, на такой дискотеке славянской не было людей, которые могли отсидеться на баре где-то, да, либо там в стороночке. Все были вовлечены. Да, то есть все не было, зрители были только участники, и спрятаться было нельзя. Ребят, мы знаем, что недавно вы выиграли грант как раз-таки на популяризацию подобных игр. Расскажите, в чем заключается этот проект? Да, есть общественная организация наша, и мы выиграли грант в администрации городского округа Самара на возрождение народных традиций. Грант так и называется – «Взрождая забытое». Цель этого вообще проекта, то есть мы хотим эти народные игры нести в массы. Так как рекламировать себя мы не можем, мы пошли другим путем. Мы написали проект и проводим пять мероприятий, то есть каждый месяц по выходным, в течение пяти месяцев мы приглашаем представителей некоммерческой организации, председателей ТОС. А председатели ТОС у нас как раз занимаются проведением дворовых игр. И мы хотим всех этих людей собрать, с ними, по сути, провести, зацеловать, закадрилить с ними, захороводить, научить их кому-то памятки раздать, чтобы они потом в своих мероприятиях или событиях, как правильно их называют. Уже внесли эту культуру дальше. Да, и уже учили людей, и люди уже играли, и, соответственно, уже возрождение пошло, 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 и мы свою задачу сделали. Откуда вы получаете знания о русском фольклоре? Это из книжек, из сказок? Или, может быть, вы ездите по глубинкам области, и там общаетесь? С носителями культуры, с старожилами. Марин? Про семинары, наверное. Да, скорее всего, это больше от семинаров приезжают очень известные люди в своих кругах, такие как Полунинка, Адышников, Каримов, недавно был семинар. Ну, то есть, существуют некие носители знаний, которые, естественно, проводят семинары обучающие, образовательные, где можно черпануть знания. Наталья хочет добавить. Да, отвечу, потому что Марина на последнем семинаре не было, у нас... Про кульня. Ай-яй-яй, Марина. По положительной причине они у нас студентка, ребята, да, и поэтому мы их иногда выдергиваем на наши мероприятия. У нас есть очень много в Самаре организаций, которые народной культурой занимаются, и мы черпаем, и у них информацию делимся опытом. И плюс люди, которые приезжают к нам с семинарами, они как раз рассказывают о том, как они собирали эту информацию по глубинкам. И приезжал к нам Андрей Каримов, он рассказывал, что он с 87-го года ездит по деревням, приезжает в деревню и спрашивает, где у вас тут живет самый, допустим, какой-нибудь самый старый человек, пожилой, да, бабушка или дедушка, которого все уважают, говорит, а некоторые даже боятся. Покупают конфетки и едут знакомиться, да? И едут, да, знакомиться, и они говорят, как они детство провели свое. Ребят, ну, очень-очень интересно. Я думаю, вот, не знаю, лично я уже точно захотел прийти к вам, познакомиться поближе, ну, действительно, с нашей, с нашей культурой, с культурой наших предков. Я думаю, мы с ребятами еще чуть позже обязательно увидимся. А пока. Сейчас мы прервемся на интересный сюжет, но не переключайтесь, чуть позже вы увидите показательное выступление крутки казачьей шашки. Стройная и потянутая фигура – желанная цель у многих, особенно у девушек. Но на пути ее достижения перед ними обычно встает множество стереотипов, которые мы сегодня будем по-мужски разрушать с помощью вот этого. Готова? Да. Давай. И наш первый стереотип – Шварценеггер в юбке. Многие представительницы слабого пола боятся, что активное занятие фитнесом сделает их уж чересчур сильными. Но даже со специальной протеиновой диетой этого добиться очень сложно. Ведь в женском организме нет только тестостерона для роста мышц. Да и заниматься можно без дополнительных весов, используя только свое тело, что тоже дает очень неплохую нагрузку. В любом из этих случаев даже усиленные тренировки никогда не превратят вас в грузу мужеподобных мышц. Я занимаюсь 3-4 раза в неделю. Занимаюсь достаточно долго, по полтора часа в среднем. Но при этом у меня нет огромных мышц. У меня просто потянутая фигура, и я пытаюсь добиться желаемого результата, возможно, для выступления в соревнованиях в будущем. Конечно, вы можете сказать, что вам принимать участие в соревнованиях ни к чему. Да и зачем вообще ходить в спортзал, когда на дворе зима? А на носу столько праздников. Вот после Нового года начну ходить и к лету быстренько сброшу все лишнее. Это стереотип номер два. Успею быстро похудеть. Во-первых, это только кажется, что все так просто. Ну а во-вторых, это может быть еще и вредно. А на самом деле все индивидуально. За короткий промежуток времени возможно сбросить большой вес. Но при этом нужно быть осторожным. Именно для своего здоровья, для своего организма, для своего будущего. Если ты хочешь длительный результат, желательно на всю жизнь, то нужно сбрасывать постепенно. Не нужно гнаться за результатом буквально за месяц-два. Третий стереотип – самый что ни на есть женский. Звучит он примерно так. Я собираюсь заняться фитнесом. Что мне для этого нужно? Новый топик, новые леггинсы, новые кроссовки, новые резинки для волос. Господи, чтобы заняться фитнесом, нужно просто заняться фитнесом. Наш третий стереотип – фитнес должен быть гламурным. Для аква-фитнеса, например, вообще нужен только купальник. Такие водные нагрузки, кстати, это идеальный вариант для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса и подтянуть фигуру. Ну а согревающая сауна, настоящий турецкий хамам или расслабляющий джакузи станут отличным решением по части снятия мышечного напряжения как после занятий в бассейне, так и после любой другой тренировки. Главное – начать заниматься. И кому-то, возможно, это будет легче сделать в большой группе. И не забывайте – фитнес – это не показ мод, а спортивные нагрузки. Подбор одежды здесь очень важен, но совершенно по другим причинам. В спортивном зале одежда существует для функциональности тренировки, соответственно, нужно иметь при себе кроссовки и максимально удобную одежду, которая будет дышать, которая будет из хорошей ткани и будет не сковывать ваше движение. Это главный залог удачной тренировки и хорошего похода в спортзал. И помните, самая короткая дорожка к успеху – беговая. Фитнес-сезон в клубах сети Ботек в самом разгаре. Плати только за половину карты в любом клубе фитнес-сети Ботек при покупке до 31 ноября. Фитнес-сеть Ботек. Авиакомпания проводит набор бортпроводников без опыта. Телефон в Самаре 205-18-19. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А reciprocal разумеlem Редактор субтитров А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok